Учебный фильм по изучению электрического оборудования комплекса кормоуборочного высокопроизводительного КВК-800 Полессе ФС-87. Система электрооборудования однопроводная, постоянного тока, напряжением 24 Вольта. Система энергоснабжения комплекса. Электрооборудование комплекса включает в себя источники электроснабжения, пусковые устройства, контрольно-измерительные приборы, приборы наружного и внутреннего освещения, световой и звуковой сигнализации, устройства управления гидроблоками, датчики, жгуты, провода. Источниками электроснабжения являются две аккумуляторные батареи, соединенные последовательно и генератор. Аккумуляторные батареи. На комплексе установлены две аккумуляторные батареи емкостью 190 Ач. Аккумуляторы, устанавливаемые на измельчитель, должны быть в рабочем состоянии. Генератор. Генератор питает током все потребители и заряжает аккумуляторные батареи. Номинальная мощность генератора 2200 Вт. Предостережение. В целях безопасной эксплуатации генератора не выключайте АКБ при работающем двигателе. Не отсоединяйте провода между генератором и АКБ при работающем генераторе. Подключая АКБ, следите за правильной полярностью. Монтажные работы на токопроводящих деталях должны выполняться только при остановленном двигателе и отсоединенных АКБ. При проведении сварочных работ рекомендуется отсоединить разъем от реле регулятора генератора. Выключатель массой питания. Для защиты системы от коротких замыканий, отключения аккумуляторных батарей на стоянках и предохранения их от разряда служит выключатель массой питания, который позволяет в случае необходимости быстро отсоединить батареи от всей электрической цепи комплекса, не прибегая к отсоединению проводов непосредственно на батареях. Выключатель управляется дистанционно выключателем кнопочным на пульте управления в кабине комплекса. Предостережение. С целью предотвращения выхода из строя выключателя массы, кнопку выключателя питания удерживайте во включенном состоянии не более 2 секунд. Запрещается выключать выключатель массы, питания, а также отключать АКБ при работающем двигателе. Система пуска двигателя. Система пуска двигателя предназначена для прокрутки коленчатого вала с целью пуска двигателя. Стартер. Стартер предназначен для преобразования электрической энергии АКБ в механическую и передачи ее на маховик с целью прокрутки коленчатого вала двигателя до пусковой частоты. Стартером рекомендуется пользоваться не более 15-20 секунд. Повторный пуск можно производить после перерыва не менее 30 секунд. Допускается не более трех повторных пусков. Если двигатель при этом не запускается, необходимо найти неисправность в системе питания топливом и устранить ее. Запрещается заводить двигатель путем замыкания проводов на стартере. Реле стартера. Является одним из ключевых компонентов в процедуре запуска двигателя. Реле установлено на блоке реле комплекса и предназначено для непосредственной подачи напряжения на силовое реле, установленное непосредственно на стартере двигателя. Согласно техническим условиям на изделие, реле предназначено для кратковременного режима работы. При нарушении порядка пользования стартером, изложенного ранее, возможно повреждение реле и выход из строя электросистемы запуска двигателя. Замок зажигания. Замок зажигания находится на пульте управления. Для запуска двигателя вставьте ключ в замок зажигания. Поверните ключ зажигания в положение 1, убедитесь, что контрольные лампы включились. Поверните ключ зажигания в положение 2 для включения стартера. Включайте стартер 10-15 секунд. После запуска двигателя ключ зажигания сразу же отпустите, для его возврата в положение 1. При необходимости повторения процесса запуска, ключ зажигания верните в положение 0 и сделайте перерыв не менее 30 секунд. Затем повторите процесс запуска. Элементы защиты и коммутации. Электрошкаф. В электрошкафу комплекса расположено коммутационное, защитное и полупроводниковое электрооборудование. Расположены электрические разъемы, клеммы соединения жгутов, приходящих в электрошкаф со жгутом самого электрошкафа, распределяющего электрические сигналы по электрооборудованию. По схеме соединений шкафа распределительного можно определить наименование разъемов жгутов, реле, модулей и предохранителей. Предохранители кабины. Блок предохранителей кабины расположен за съемной крышкой на задней стенке кабины и защищают от перегрузок и коротких замыканий основные цепи системы электрооборудования. При замене предохранителей следует строго придерживаться указанного в схеме и на табличке номинала «Запасной комплект предохранителей» уложен в ZIP. В противном случае электрооборудование будет выведено из строя. Блок реле дополнительный в пульте управления. Внутри пульта управления находится блок реле. Для доступа к нему необходимо в пульте управления со стороны лобового стекла вывернуть два винта крепления крышки, повернуть крышку в положение для удобного обслуживания. На внутренней стороне крышки находится схема обозначения блоков реле. Система защиты питающей измельчающего аппарата. Система защиты питающей измельчающего аппарата состоит из пульта управления металлодетектором, датчика металлодетектора, датчика камнедетектора и жгутов. Пульт управления находится в кабине комплекса и предназначен для управления питающе-измельчающим аппаратом, а также формирования команды экстренного останова приводовальцев питающего аппарата при получении от датчика металлодетектора сигнала об обнаружении феромагнитных предметов или от датчика камнедетектора об обнаружении твердых неферомагнитных предметов. Металлодетектор входит в систему, предназначенную для защиты измельчающего аппарата и снижение вероятности его повреждения феромагнитными железосодержащими предметами. Внимание! Способность металлодетектора обнаруживать феромагнитные предметы во многом зависит не только от чувствительности датчика, но и размеров, формы, объема содержания феромагнитного материала в предмете, расстояние от предмета до датчика при прохождении в зоне обнаружения физико-механических свойств убираемых растений. Камнедетектор входит в систему, предназначенную для защиты измельчающего аппарата и снижения вероятности его повреждения посторонними немагнитными предметами. Внимание! Способность камнедетектора обнаруживать посторонние немагнитные предметы зависит не только от настройки уровня чувствительности, но и от размеров, формы посторонних предметов, расположения их в слое растительной массы, а также от физико-механических свойств убираемых растений, параметров волка провяленой растительной массы. Датчик камнедетектора расположен на кронштейне питающего аппарата и предназначен для обнаружения твердых неферомагнитных предметов. При прохождении растительной массы между вальцами происходит ее подпрессовка, и если в ней находится твердый предмет, то он, попадая между вальцами, вызывает резкое перемещение верхнего вальца, а вместе с ним и датчика камнедетектора. Перемещение фиксируется датчиком, и сигнал подается в электронный блок пульта управления. Этот сигнал вызывает такие же действия, что и сигнал, поступающий от датчика металлодетектора. Элементы системы освещения и сигнализации. Рабочие фары. На козырьке кабины установлено пять рабочих фар. На силосопроводе две рабочие фары и одна фара рабочая с цепки, используемых для освещения рабочих зон комплекса при работе в темное время суток. При необходимости регулировку рабочих фар производите при ЕТО с использованием подмостков, стремянок с соблюдением требований безопасности при проведении работ на высоте. Транспортные фары, габариты, повороты, стоп-сигналы. На подрамнике установлены две транспортные фары для обеспечения дальнего и ближнего света, два передних фонаря для обеспечения габаритов и поворотов. На левом и правом боковых капотах установлены боковые повторители поворотов. Сзади комбайна расположены два задних многофункциональных фонаря для обеспечения указания поворотов, габаритов и стоп-сигнала. Транспортные используются на дорогах общего пользования при переездах комплекса. Предостережение. При транспортных переездах комплекса в темное время суток используйте только транспортные фары. Для достаточного и безопасного освещения пути при движении комплекса в темное время суток большое значение имеет правильная регулировка света транспортных фар. Запрещается при транспортных переездах использовать рабочие фары. При движении комплекса по дорогам общей сети проблесковые маяки должны быть включены. Установлено три сигнальных маяка, два на кабине, один сзади на капоте комплекса. Фонарь освещения номерного знака. Согласно требованиям правил дорожного движения, комплекс оборудован фонарем освещением номерного знака. Фонарь включается одновременно с включением габаритных огней ближнего и дальнего света фар. Звуковые сигналы, сигнализаторы заднего хода разнотональные. Звуковой сигнал служит для предупреждения окружающих об опасности приближающегося комплекса, а также для подачи предупредительного сигнала о запуске двигателя и включении рабочих органов. На комплексе установлен безрупорный электрический звуковой сигнал. Высоту и громкость звука регулируют с помощью специальных винтов на корпусе сигнала. Внимание! Перед запуском двигателя, включением рабочих органов, началом движения подайте звуковой сигнал и приступайте к выполнению этих действий, лишь убедившись, что это никому не угрожает. На комплексе установлен сигнализатор заднего хода разнотональный, который срабатывает при движении комплекса задним ходом. При проведении технического обслуживания или других работ в темное время суток или в малоосвещенных местах используют переносные лампы, которые подключают к розеткам, расположенным на комплексе. Управление элементами освещения и сигнализации. Спереди, вверху кабины, расположена панель выключателей, которая служит для включения-выключения светосигнального оборудования на комплексе. Повороты. Рулевая колонка установлена на полу кабины. Поворот управляемых колес измельчителя самоходного осуществляется вращением рулевого колеса, регулируемого по высоте и углу наклона. На панели рулевой колонки расположены кнопка аварийной сигнализации. При нажатии включается аварийная сигнализация, при повторном нажатии отключается. Подрулевой переключатель с кнопкой включения звукового сигнала. Имеет следующее положение. 1. Среднее. Повороты выключены. Фиксированное. 2. Влево. Включены левые указатели поворота. Фиксированное. 3. Вправо. Включены правые указатели поворота. Фиксированное. 4. Вверх. Кратковременное включение дальнего света транспортных фар. Не фиксированное. 5. Вниз. Включение дальнего света. Фиксированное. Контрольные лампы указателей поворота. Мигают при включении указателей поворота. Контрольная лампа включения дальнего света. Горит при включении дальнего света транспортных фар. При нажатии на подрулевой переключатель звучит звуковой сигнал, электрические органы управления комплексом, электроуправляемые гидрораспределители и гидрозамки. На гидрораспределителях, гидроблоках и электроуправляемых гидрозамках расположены электромагниты управления гидравлическими секциями, обеспечивающие перемещение и включение-отключение тех или иных рабочих органов для выполнения техпроцесса комплекса. Для удобства диагностирования наличия либо отсутствия электрического питания на секциях в корпусе колодки присутствует светодиод, подающий световой сигнал при наличии электрического питания на секции. Электромеханизм Электромеханизм открывания крышки заточного устройства Управление осуществляется с пульта управления комплекса путем подачи управляющего сигнала малой мощности на реле, которое производит распределение сигналов большой мощности непосредственно на сам электромеханизм. Датчики положения Датчик положения камня заточного Датчик положения крышки заточного По принципу работы различают датчики на бесконтактные и контактные. К бесконтактным относят индуктивные датчики, работающие по принципу изменения формы магнитного поля в зоне чувствительной части датчика. Индуктивные датчики установлены напротив металлических элементов конструкции машины и отрегулированы на зазор до элемента порядка 3 мм. Контактным относят датчики, непосредственно контактирующие с контролируемым элементом с конструктивно заложенным механическим принципом коммутации электрических контактов внутри корпуса изделия. Датчики оборотов рабочих органов Датчик оборотов двигателя, датчик скорости, датчик оборотов измельчающего барабана Установлены в зоне вращения контролируемых рабочих органов и отрегулированы на зазор порядка 3,5-4 мм. до вращающегося зубчатого колеса или диска с вырезанными секторами. Управление технологическим трактом Пульт управления Предназначен для управления комплексом и его рабочими органами Рукоятка управления скоростью движения Предназначена для направления движения комплекса и управлением рабочими органами Рукоятка управления скоростью движения расположена на пульте управления При запуске двигателя должна находиться в нейтральном положении и отклоняться в сторону оператора на себя для замыкания электроцепи запуска двигателя. При перемещении рукоятки вперед возрастает скорость движения комплекса. Для движения задним ходом рукоятку переместите от нейтрального положения назад. При движении задним ходом звучит прерывистый звуковой сигнал. На рукоятке управления скоростью движения расположены. Переключатель управления питающим аппаратом имеет три положения. 0 нейтраль фиксированная, 1 вверх рабочий ход питающего аппарата не фиксированная, 2 вниз включение реверса питающего аппарата не фиксированная. Переключатель управления навеской имеет три положения. 0 нейтраль фиксированная, 1 вверх подъем навески не фиксированная, 2 вниз опускание навески не фиксированная. Кнопка управления силосопроводом имеет пять положений, 0 нейтраль фиксированная, 1 вверх подъем козырька не фиксированная, 2 вниз опускание козырька не фиксированная, 3 вправо поворот силосопровода против часовой стрелки не фиксированная, 4 влево поворот силосопровода по часовой стрелке не фиксированная. Кнопка звукового сигнала. Кнопка экстренного останова питающего аппарата. Дополнительные кнопки управления. Для удобства агрегатирования с адаптерами и снижения времени на проведение технического обслуживания с правой стороны комплекса на раме измельчителя имеются дополнительные кнопки управления. Техническое обслуживание электрооборудования. Запрещается проведение любых работ по техническому обслуживанию на комплексе с работающим двигателем и не остановившимися рабочими органами. Запрещается производство каких-либо работ под комплексом на уклонах без поставленных под колеса противооткатных упоров. Предостережение. Работы под поднятой наклонной камерой с жаткой выполнять только при установленном на выдвинутый шток гидроцилиндроподъема наклонной камеры предохранительном упоре. Внимание! Техническое обслуживание АКБ проводите в соответствии с рекомендациями изготовителя АКБ. ТО при вводе в эксплуатацию. Установку, закрепление и подключение аккумуляторных батарей производите в следующем порядке. Батареи с нижними бортами. Открыть крышки аккумуляторных ящиков в заднем бампере с двух сторон. Отвернуть и демонтировать болты М8-6ЕХ-20 с шайбами С8-01, 8Т-65Г и передние прижимы. Поочередно установить аккумуляторные батареи, подведя задний борт аккумулятора под задние прижимы. Установить передние прижимы на передний борт аккумулятора, завернуть болты М8-6ЕХ-20 с шайбами С8-01, 8Т-65Г, обеспечив плотную фиксацию прижимами аккумуляторной батареи путем перемещения прижимов по овальным отверстиям. Установить планку сверху аккумуляторных батарей на шпильки и зафиксировать ее гайками с шайбами. Подключить АКБ согласно рисунку. Закрепить жгуты стяжными лентами от свободного провисания. Закрыть и зафиксировать крышки аккумуляторных ящиков. Батареи без нижних бортов. Открыть крышки аккумуляторных ящиков в заднем бампере с двух сторон, отвернуть и демонтировать болты М8-6ЕХ-20 с шайбами С8-01, 8Т-65Г и передние прижимы. Поочередно установить аккумуляторные батареи, подведя заднюю стенку аккумулятора в упор к задним прижимам с уплотнителями. Установить передние прижимы с уплотнителями, обеспечив плотную фиксацию со стенкой аккумуляторной батареи путем перемещения прижимов по овальным отверстиям, завернуть болты М8-6ЕХ-20 с шайбами С8-01, 8Т-65Г. Установить планку сверху аккумуляторных батарей на шпильке и зафиксировать ее гайками М6-6Г с шайбами 6Т-65Г, С-6-01. Подключить АКБ согласно рисунку. Закрепить жгуты стяжными лентами от свободного провисания. Закрыть и зафиксировать крышки аккумуляторных ящиков. Внимание! При подключении аккумуляторных батарей вначале подключайте провод с маркировкой «плюс», а затем провод с маркировкой «минус». При отключении вначале отключайте провод с маркировкой «минус», а затем с маркировкой «плюс». Строго соблюдайте полярность подключения аккумуляторных батарей. Соблюдайте момент затяжки резьбовых соединений аккумуляторных жгутов от 4 до 4,4 литра. Несоблюдение моментов затяжки резьбовых соединений может привести к выходу из строя аккумуляторных батарей, выключателя питания или стартера. После подключения аккумуляторных батарей клеммы аккумуляторов для предотвращения коррозии покройте тонким слоем технического вазелина или другой нейтральной смазкой и закройте резиновыми чехлами. Правильность подключения и исправность АКБ проверяются указателем напряжения на щитке приборов. После включения выключателя питания и поворота замка зажигания влево указатель напряжения должен показывать 24 вольта. Аккумуляторы, устанавливаемые на измельчитель, должны быть в рабочем состоянии. Установите и закрепите проблесковые маяки, два на кронштейнах кабины, третий на капоте измельчителя. Установите рабочие фары, световозвращатели, звуковые сигналы, фонарь освещения номерного знака, боковые повторители указателей поворота, закрепите их и подключите согласно схеме электрической принципиальной. При наличии установите и закрепите в кабине радиоприемник, предварительно демонтировав крышки в местах установки приемника и динамиков. Проведите подключение радиоприемника к электросети, а динамика к приемнику. Ежесменное ТО Проверьте крепление силовых цепей, стартера, генератора, АКБ, выключателя массы, питания. Проверьте крепление жгутов проводов относительно движущихся и нагревающихся частей комплекса. Проверьте работоспособность системы освещения, сигнализации, механизмов управления, показания приборов, выявленные отклонения, устраните. При необходимости регулировку рабочих фар производите при ЕТО с использованием подмостков, стремянок с соблюдением требований безопасности при проведении работ на высоте. ТО-1 Проверить надежность крепления батареи в гнезде и плотность контактов наконечников проводов с выводами батареи. При необходимости очистить батарею от пыли и грязи. Электролит, попавший на поверхность батареи, вытереть чистой ветошью, смоченной в растворе аммиака или 10% кальцинированной соды. Прочистить вентиляционные отверстия. При ТО-2 проверить зарядку АКБ и при необходимости зарядить. ТО-2 Очистить батареи от пыли и грязи. Проверьте плотность электролита и при необходимости перезарядите аккумуляторные батареи. Проверьте состояние клемм выводных штырей, которые находятся под защитными чехлами, и вентиляционные отверстия в пробках. Если необходимо, смажьте клеммы техническим вазелином и очистите вентиляционные отверстия. Проверьте зарядку АКБ и при необходимости зарядите, согласно руководству по эксплуатации АКБ. Подтяните контакты электрооборудования комплекса. ТО при поставке комплекса на хранение. При постановке комплекса на хранение необходимо очистить измельчитель от грязи, растительных остатков и подтеков масла, обмыть и обдуть сжатым воздухом, удалить остатки влаги, попавшие в ящики, внутренние полости измельчителя. Проверить комплектность и техническое состояние измельчителя, очистить и обдуть сжатым воздухом электрооборудование, фары, подфарники, генератор, стартер, аккумуляторные батареи, датчики и т.д. Покрыть клеммой защитной смазкой. Регулятор чувствительности датчика камнедетектора перевести в положение максимальной чувствительности, для чего повернуть регулятор по часовой стрелке до упора. В случае хранения комплекса при низких температурах или свыше одного месяца необходимо снять аккумуляторные батареи. Ежемесячно проверяйте состояние комплекса при хранении. Выявленное при проверках отклонения от правил хранения устраните. ТО перед началом сезона ТО перед началом сезона комплекса совмещайте с проведением ТО-2 и дополнительно установите на комплекс снятые приборы электрооборудования, пользуясь схемами электрическими принципиальными. Подготовьте к работе аккумуляторные батареи, при необходимости очистите клеммы от окислов и смажьте техническим вазелином, очистите вентиляционные отверстия. Проверьте крепление силовых цепей стартера, генератора, АКБ, выключателя массы, питания. Проверьте крепление жгутов проводов относительно движущихся и нагревающихся частей комплекса. Проверьте работоспособность системы освещения, сигнализации, механизмов управления, показания приборов, выявленные отклонения устраните. При необходимости регулировку рабочих фар производите с использованием подмостков стремянок с соблюдением требований безопасности при проведении работ на высоте. Порядок проверки системы электрооборудования. При наличии неисправностей и сбоях в работе электросистемы комплекса производить проверку согласно схеме электрической принципиальной. Выполнять проверку уровня электролита, если батарея обслуживаемая. Проверка надежности крепления электрических жгутов конструкции комплекса. Отсутствие наличия касания подвижных частей конструкции машины. Перед проведением работ на комплексе руководствоваться следующим порядком. Отключить с места механизатора дистанционно, либо на самом выключателе массой. Убедиться, что масса выключена, при этом в кабине не будут гореть контрольные лампы и плафоны освещения кабины. Селектор рукоятки коробки переключения передач установить в нейтральное положение. Извлечь ключ из замка зажигания. Возможно, чтобы произвести проверку неисправной электрической цепи согласно схеме электрической принципиальной, использовать цифровой мультиметр, либо контрольную лампу небольшой мощности порядка 1,2 Вт. Возможные неисправности и методы их устранения описаны в инструкции по эксплуатации комплекса. Продолжение следует...